Так, сколько же этому бледноволосому красавцу, сильному аки-тролль и ловкому, словно кот, ведьмаку лет? Ответа на этот вопрос я пока не знаю, но уж точно больше, чем любому, кто сейчас смотрит это видео. Привет, ковбои, с вами Войс и Ребус, и напишите в комментариях, как вам новое лого. Некая смесь буквы Э, Тетриса и Лабиринта. Кажется, неплохо отражает смысл названия и содержания канала, и явно лучше, чем просто обычная буква Е. Но возвращаясь к щепетильному вопросу о возрасте Геральта, хотелось бы отметить сразу, что в книгах нет точной информации на этот счет. Никто не говорит, сколько ему лет, никто не поздравляет его ни с 50-летием, ни со столетием, например. Есть только косвенные намеки, некоторые события и вопросы, заданные самому Сапковскому, который, видимо, считает чем-то забавным скрывать некоторые основоположные факты о биографии Геральта от читателей, тем самым порождая огромное количество споров, плавно переходящих в совершенно немолчаливую войну. Вот и на моих стримах периодически возникают такие споры, которые, как и принято спором, ничем не заканчиваются, кроме банов для некоторых особо активных и рьянов-приверженцев своих версий. Итак, есть две больших версии о возрасте ведьмака. Первая гласит, что Геральту из Ривии около 50-60 лет. Это складывается в основном из его внешнего вида, как в играх, так и описанного в книгах. Не молодой, но и не старый, много знает, много видел. При этом у ведьмаков замедленное старение, что позволяет Геральту быть телом, как 30-летний, а духом, как 60-летний. Кроме того, есть попытка просчитать примерный возраст Геральта, основываясь на возрасте Неннеки. Кто не знает, это старшая жрица в храме Милителе, где училась в Цири. Неннеки знает Геральта с младших лет, поэтому, ориентируясь на ее возраст, о котором она периодически упоминала, можно предположить и примерный возраст Геральта, хотя все это не точно. Единственное, что с более-менее высокой вероятностью мы можем сказать, так это то, что Геральту не менее 45 лет, на момент тренировки маленькой Цири в Кайерморхене. Приехавшая в крепость 3 с удивленным наличием в ней ребенка сказала, что здесь уже 25 лет не тренируют новых учеников. После того самого инцидента, а учитывая, что младший из ведьмаков это Ламберт, это значит, что к моменту инцидента даже он был уже полноправным взрослым, минимум 20-летним ведьмаком, то получается, что Геральту и того больше. Ну и напоследок, сам Сапковский во время своего интервью на вопрос о возрасте Геральта сказал, что на момент событий в книге «Крещение огнем» Геральту за 50 лет, что вновь говорит нам о 60-летнем возрасте к событиям игр. Кому интересно подробнее узнать именно об этом варианте, ищите более подробную информацию по ссылке в описании. Впрочем, есть и альтернативная история, которая говорит нам, что выходцу из Ривии не менее 100 лет. Смотря на ведьмака, на его умения, на его знания, на его рефлексы, нам кажется, что Геральт старый-старый, почти свидетель высадки людей в устье Яруги, почти старше Весемира, ну или ему по крайней мере за сотню лет. И признаться честно, пока я не стал разбираться в этом вопросе более подробно, я верил именно этому варианту. Подтверждением этого являются два факта. Во-первых, в начале игры «Ведьмак 3. Дикая охота» Весемир упоминает, что Геральту около 100 лет. Учитывая, что Весемир фактически стал для Геральта отцом и воспитал его, ему верить можно, хотя игры и не канон. Но это лучше, чем просто опираться на уверенность, что Геральт стар. Он, конечно, стар и даже суперстар, но на его возраст это никак не влияет. Во-вторых, возвращаясь к инциденту, мы знаем, что Кайр Морхен был разрушен фанатиками в 1188 году. Белый Волк к тому моменту был уже взрослым ведьмаком, который не раз держал меч в руке и выполнил не одно задание на большаке. Кроме того, он был не самый младший из выпущенных на тот момент ведьмаков, так как младшим являлся Ламберт. То есть на момент инцидента Геральту уже могло быть более 30 лет. Также в том же интервью, что я упоминал и ранее, Сапковский сказал, что на момент событий в книге «Крещение огнем» Геральту 50 лет. Но добавил, что за сколько именно он не скажет. Повторив, что ведьмаки стареют медленнее обычных людей, явно намекая на его достаточно высокий возраст, который внешне никак не отражается, но который Геральт специально скрывает. Ведь кто в здравом уме будет давать столетнему старику новые заказы на охоту на чудовищ, каким бы легендарный не был последний? Впрочем, есть у меня одна деталь, которая сейчас склоняет меня больше в лагерь первых или скорее даже ставит где-то посередине. В книге «Башня ласточки» Енифер признается, что ей 94 года, намекая Геральту, что не стоит относиться к ней как к девчонке. Если бы Геральт был на тот момент старше, он бы явно что-то об этом сказал. Но тактично промолчав, на этот счет доказал, что младше ее. Кроме того, во время и книжной саги, и игровой серии, есть четкое ощущение, что Геральт сильно младше Енифер, что косвенно подтверждает мою теорию о возрасте. В итоге, принимая во внимание все данные, я бы сказал, что в момент событий третьего Ведьмака Геральту около 70-80 лет. Но ничего нельзя утверждать наверняка. Сапковский мог не сильно уделять внимание таким мелочам, как возраст, и то, как описание одного героя отражается на возрасте другого. Пожалуй, в мире Ведьмака есть всего пять людей, которые наверняка знают, сколько Геральту лет. Это его родители, мать и отец, если он жив. Это Эскель, так как он является практически одногодкой Геральта. Весемир, который практически старше, чем Кайр Морхен. И, конечно же, сам Геральт. Заметьте, Сапковского среди этих людей нет. Ему могли просто пока еще не сказать об этом. А учитывая, что многие писатели лишь описывают вселенные и истории, которыми живут их герои самостоятельно, это может быть даже похоже на правду. Что ж, надеюсь, когда-нибудь эта тайна, на текущий момент покрытая мраком, будет раскрыта. Сейчас же мы оперируем лишь догадками. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно, а значит ролик заслужил лайк, а я подписку на канал. Если у вас есть вопросы по игре, задавайте их в чате в Телеграме. Ссылка в описании. Вам обязательно постарается помочь с решением вашей проблемы или ответом на ваш вопрос. А лучшие вопросы и ответы на них я оформлю в формате видео. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.